остановились с вами на признаке дирихлея абеля сформулировали и доказали давайте мы все-таки типовой пример приведем хотя наверняка на семинаре вам этот пример рассказывали но тем не менее я обязан его разобрать как типовую ситуацию до такую рассматривается интеграл вот такой ну я думаю у всех это было но тем не менее значит что мы здесь сразу можем сказать если я рассмотрю вот это как f от x а вот эту штучку единицы на вот это как же от x то получается интеграл от произведений и логично применить здесь признак дирихле потому что первообразные от синуса ограничены то есть как вы понимаете это косинус x минус косинус единицы по модулю эта штука всегда не превосходит двойки понятно что если у меня альфа положительно если альфа больше нуля то 1 на x степени альфа стремится к нулю вот такая стрелка означает монотонно стремится к нулю монотонно убывая стремится к нулю окей ну и понятно что синус непрерыве на 1 на x степени альфа непрерывно дифференцируем а все в порядке все выполнено следовательно по признаку дирихле сходится теперь при альфа меньше либо равно 0 эта штука расходится чтобы это доказать здесь как раз нужен критерий каши в чем здесь причина нужно сформулировать отрицание к условию каши увидеть что она здесь выполнена давайте его напишем значит существует эпсалон больше нуля такой что для любого дельта больше нуля найдется пара точек b штрих b2 штриха от дельта до плюс бесконечности такие что интеграл от b3 до b2 штриха синус x на x степени альфа dx я хочу чтобы это было больше либо равно и апсилон ну наверное вам семинаристы говорили что как правило чтобы проверить отрицание к условию каши я подчеркиваю отрицание к условию каши не критерию потому что критерий доказан до его отрицать не надо а вот к условию каши отрицание чтобы проверять пока непонятно какой эпсилон брать поэтому вы как рассуждаете вы едете наоборот справа налево то есть логика наоборот я смотрю как как бы мне подобрать вот эти параметры чтобы вот эта штука была не маленькая Я напоминаю, что мы работаем в диапазоне параметров альфа меньше либо равно нуля. Если альфа меньше либо равно нуля, то 1 на х степени альфа точно не убывающая штука. То есть она растет, если альфа отрицательна. Если альфа равно нулю, то это просто константа единиц. Поэтому мне нужно просто взять b' и b' так, чтобы у синуса был положительный горбик. То есть как бы горб, где он постоянен по знаку. Ну то есть понятно, да, ситуация какая? А если альфа равно нулю, то здесь просто идет синус. И поэтому если я возьму вот эти штучки, b' и b', понятно, что эти горбы можно брать сколь угодно далеко. И тогда интеграл по этому горбу это вот эта вот площадь, которая будет немаленькая. Ну то есть она будет не меньше одной второй, ее можно сделать. А если альфа больше нуля, так еще лучше, потому что, в смысле наоборот, если альфа меньше нуля, то она пойдет в числитель, и тогда здесь пойдет вот что-то вот такое. То есть здесь эти горбы станут еще больше. Это как до этого догадаться. Ну и вы понимаете, что сколько примерно величина горба. Ну если вот здесь взять синус π на 6, синус 30 градусов, это 1 вторая. Значит π на 6 вот сюда отступить, и отсюда отступить π на 6. И понятно, что здесь это будет все не меньше. То есть вы угадываете такую штуку, что существует эпсилон равный, ну например, 1 вторая, такое, что для любого дельта больше нуля, я просто возьму b' это будет π на 6 плюс 2πn, где n возьму настолько большое, чтобы эта штука была больше дельта. Я же всегда могу n взять, да, поскольку все периодически. А b2 штриха я возьму, соответственно, π минус π на 6, это 5π на 6, да, получается. 5π на 6 плюс 2πn сделаю, чтобы это было больше дельта. Ну понятно, что если это больше дельта, то это больше дельта. Ну и что тогда я вижу, что интеграл от b' до b2 штриха синус х на х степени альфа. Я напоминаю, что альфа мы рассматриваем меньше либо равно нуля. Здесь эта уже функция становится знакопостоянной, да, на этом куске. Синус отделен 1 второй, поэтому просто это больше либо равно, чем 1 вторая. Здесь х в степени, когда альфа отрицательна, значит это не меньше единицы, значит это просто ограничивается снизу вот этой штукой, dx. То есть это длина промежутка, а сколько длина промежутка? 4π на 6, то есть 2π на 3, значит, короче говоря, это равно π на 3 просто. Вот и все. Ну а π на 3, как вы понимаете, это больше 1 второй, поэтому мы проверили отрицание к условию каши, значит действительно расходится. Теперь, что я дальше замечаю? Это у меня был первый пункт, это сходимость. Ну давайте так, вот это пункт А. Нет, давайте вот так. Так, это так. Давайте так. Это пункт А, это пункт Б, это пункт В. Исследуем теперь на абсолютную сходимость. Что здесь нужно увидеть? Что если альфа взять очень большой, то оно забьет синус просто, да. Синус по модулю не превосходит единицы, поэтому если альфа взять больше, чем единичка, то это будет очень хорошо, мы тогда получим абсолютно сходящийся интеграл. То есть если альфа больше единицы, тогда у меня синус х на х степени альфа по модулю не превосходит 1 на х степени альфа. А при таких значениях параметра у меня вот эта штука сходится. Ну это вам на семинарах говорили, это прям табличная вещь, да. Ну и я говорил на лекции тоже, значит это сходится. Значит отсюда вывод, что интеграл при вот этих значениях параметра синус х на х степени альфа до х сходится абсолютно. Потому что сходится интеграл от модуля. Ну и наконец последняя ситуация, которую нам нужно рассмотреть. А что будет, когда альфа меньше либо равно единице? То есть мы пока поняли, что при альфа больше единицы абсолютно сходится. А весь ли это диапазон, при котором сходится абсолютно? Может быть есть еще какие-то альфа, при которых сходится абсолютно? Нет их, нету, потому что при альфа меньше либо равно единице интеграл от модуля разойдется. И вот это, пожалуй, самый тонкий момент. То есть вот здесь сходимость прям совсем просто по дирехле, расходимость каши в принципе тоже достаточно прямолинейно все, альфа больше единицы тоже просто, а вот альфа меньше либо равно единицы здесь такой тонкий, ну как бы не то чтобы тонкий, но финт ушами нужно сделать. Нужно заметить, что модуль синуса х надо снизу оценить, чем вам наверное уже говорили, синус квадрат х, да, то есть казалось бы, ну что может быть проще, но почему вот именно синус квадрат, а потому что синус квадрат дальше через двойной угол можно преобразовать как 1 минус космус 2х пополам. И вот тут я замечаю, ага, если альфа меньше либо равно единице, ну понятно мне надо смотреть альфа больше нуля, но меньше либо равно единице, почему? Потому что альфа меньше либо равно нуля там просто даже обычный интеграл расходится, значит от модуля и подавно. Мы же знаем с вами, что если абсолютно сходится, то просто сходится, поэтому если раз сходится, то и абсолютно тоже не будет сходиться. Поэтому меня интересует на самом деле диапазон параметров-то вот такой вот. Да. И что я здесь вижу? Что у меня, поскольку вот такая оценка, значит, у меня синус х на х степени альфа по модулю подпирается снизу 1 минус косинус 2х на 2х степени альфа. Соответственно, поскольку здесь я вижу разность двух функций, от одной из них интеграл разойдется. Почему? Потому что вот такой диапазон. То есть вот от этой штуки dx на 2х степени альфа расходится. А вот от косинус 2х на 2х степени альфа сойдется. Почему? Да тот же самый дирехле, просто вместо синуса косинус. Это ничего принципиально не меняет. Значит, получается интеграл. Опять же, писать на контрольный правильно вот так. Не то, что сразу я пишу интеграл от вот этого. А я говорю, вот интеграл от вот этого расходится. Интеграл от косинус 2х на 2х степени альфа dx сходится по дирехле. А отсюда вывод какой? Что сумма, точнее интеграл от функций, которая получена суммой двух, от одной из них расходится, от другой сходится. От него тогда расходится от суммы таких двух функций. Значит, ну давайте я здесь не вылезаю. Вы это в тетрадке можете вниз писать. А я здесь напишу, что отсюда следует, что интеграл от вот такой штуки 1 минус косинус 2х на... Вот от этого вот косинус 2х на 2х степени альфа dx расходится. Ну а если он расходится, то тогда уже по признаку сравнения, потому что когда я повесил модуль, я имею право использовать признак сравнения. Тогда и от модуль синус х на х степени альфа расходится. Значит, нет абсолютной сходимости. А что означает, что нету здесь абсолютной сходимости, но при этом же есть просто сходимость. Потому что мы с вами поняли, что при альфа больше нуля сходимость-то есть по дирехле, а интеграл от модуля разойдется. Тогда это как называется? Это называется условная сходимость. Условная сходимость. Все. Ну это что касается этого примера, я здесь очень конспективно, кратко, потому что на семинарах вам это рассказывали, но я обязан был этот пример разобрать. Хорошо. Давайте поедем дальше. И сейчас я вам расскажу так называемое следствие из признака Абеля. Это очень мощный инструмент, который даже экзаменаторы не очень любят. По той простой причине, что вот люди стараются, вам сложную задачу придумывают, а вы бах, следствие из признака Абеля, и она рассыпалась. Вот. Потому что ее, конечно, можно долго и мучительно решать в лоб через дирехле, а можно чуть-чуть заметить некоторые тонкости, и сразу все станет проще. Само по себе следствие простое. Вы его можете использовать, и можете ссылаться на меня, что я вам его доказал. Но у меня к вам будет просьба. Если вдруг в письменном экзамене вы заметите, что надо его использовать, напишите его формулировку, чтобы люди не думали, что вы списали. Потому что если вы вот так вот сразу его примените в голове где-то, но экзаменатору не напишите, что вы применили, то это будет выглядеть немножко странно. То есть может возникнуть подозрение, что это откуда-то вы перекатали. Поэтому на всякий случай для перестраховки, так и пишите, на лекции был доказан вот такая вот теорема. Следствие из признака Абеля. Пусть даны опять же две функции. f у меня непрерывно на полуинтервале Аб, g непрерывно дифференцирует. Ну и давайте для простоты предположим, что g монотонно убывает и имеет предел, не равный нулю. Вот что важно. А g монотонно, ну не строго монотонно, здесь даже не строго достаточно, не строго монотонно. И существует предел g от x при x, стремящемся к b минус 0, равный какой-то c, не равный нулю. Вот это очень важно. Предел не равен нулю. Тогда интеграл f от x dx и интеграл от а до b g от x на f от x dx сходятся или расходятся одновременно. Ну давайте пункт первый. Сходятся или расходятся одновременно. Второе. Абсолютно сходятся или, как сказать, абсолютно сходятся или не абсолютно сходятся одновременно. Давайте лучше проще напишем. Имеют одинаковый тип сходимости. Вот этот интеграл и вот этот имеют одинаковый тип сходимости и абсолютной сходимости. И абсолютной сходимости. Что это означает? Это означает, что если этот сходится, то этот сходится и наоборот. Если этот сходится, то этот сходится. Если этот абсолютно сходится, то этот абсолютно сходится. Если этот абсолютно сходится, то этот абсолютно сходится. Если этот условно сходится, то этот условно сходится. Наоборот, если этот условно сходится, то этот. Короче, они просто одинаковы в своем поведении. Доказательства. Давайте сначала разберемся с абсолютной сходимостью. Рассмотрим интегралы, не собственные от модуля. Что мы с вами видим? Поскольку существует предел уже от x при x, стремящемся к b-0, и это константы, не равные 0, тогда и у модуля существует модуль c, предел, не равный 0. А что это означает на языке наших, помните, у нас были эквивалентные в смысле сходимости? Здесь-то их можно использовать, я модули поставил, все стало неотрицательно. Это означает, что модуль g от x эквивалентен в смысле сходимости чему? Ну, еще проще, единицы. Потому что сама по себе эквивалентность в смысле сходимости с точностью до константа. Поэтому просто единицы при x, стремящемся к b-0. А мы с вами доказывали теорему, что при замене в неотрицательных, а здесь все неотрицательно, при замене на эквивалентную сходится или расходится одновременно. Правда же? Это был у нас второй признак сравнения или замены на эквивалентную. По второму признаку сравнения, это означает, что интеграл от модуля вот этого сходится или расходится одновременно с интегралом от модуля вот этого. Значит, вот этот интеграл и вот этот интеграл модуль f от x, g от x сходятся или расходятся одновременно. Хорошо. С этим понятно. Теперь более сложная штука. Когда модуль убираем? Что там будет происходить? Если модуль убрать, то что я вижу? Пусть сходится сначала интеграл от f от x. Значит, пусть от a до b f от x до x сходятся. Тогда я смотрю на функцию g. Что про нее известно? У нее есть предел и она монотонна. Значит, она попадает под все условия признака Абеля. Правда же? То есть все условия признака Абеля выполнены. А что там мне нужно было? Мне нужно было ограниченность и монотонность. Ну а здесь она монотонна и имеет конечный предел. Значит, конечно, она ограничена на полуинтервале. Значит, пусть сходится тогда по признаку Абеля. Все условия его выполнены. Тогда по признаку Абеля. Я еще раз напоминаю, если мы там что-то доказали для невозрастающих функций, а у вас, наоборот, она неубывающая. Но вынесите там знак минус, она станет невозрастающей. Тогда по признаку Абеля получаем, что интеграл от a до b f от x g от x до x сходится. Хорошо. А как теперь наоборот, зная, что вот этот сходится, вывести то, что от f сходится? Как вы думаете? Вот это самый тонкий момент здесь. Пока что все тривиально. А вот давайте теперь отсюда покажем, что сходится исходный. Пусть наоборот. Пусть наоборот. Интеграл от a до b f от x g от x до x сходится. Тогда что я замечаю? Поскольку уже есть предел, не равный нулю, значит, в малой окрестности точки B, что можно сделать? Домножить и разделить на нее. Так как существует предел g от x при x, стремящемся к b минус 0, равный c, не равный нулю, следовательно, существует такой B с волной от a до b, такой, что интеграл, ой, в смысле, g от x не равно нулю для всех x от b с волной до b. И тогда я там могу домножать и делить на g от x. А зачем мне домножать и делить? А потому что я тогда скажу, что у меня f от x, это будет f от x умножить на g от x и умножить на единицу на g от x. Отлично. И что я тогда говорю? Предел единицы на g от x тоже существует, и он не равен нулю. И он равен 1 на c. Отлично. Если g вела себя монотонно, то 1 на g тоже монотонно. Более того, если g была непрерывно дифференцируема, и поскольку она не обращается в 0, то 1 на g тоже принадлежит классу c1, но на каком промежутке, где в 0 не обращается? От b с волной до b. От b с волной до b. И кроме того, 1 на g монотонно. На промежутке от b с волной до b. Ну а раз так, тогда я просто вот это произведение обозначу h и применю опять признак Абеля к вот такому произведению. h умножить на 1 на g от x. Имею же право, да? То есть по признаку Абеля, по признаку Абеля, то есть почему? Потому что интеграл от первого сомножителя, от h сходится, это мы предположили просто, а единица на g от x монотонно и ограничена. Значит, получается по признаку Абеля, опять уже, вот к такому хитрому, интеграл от a до b, точнее от b с волной здесь нужно брать, от b с волной, потому что я имею право говорить про 1 на g на промежутке от b с волной. Значит, от b с волной до b, f от x, g от x умножить на 1 на g от x, до x, сходится. Ну а что это такое? Это и есть исходный интеграл f от x просто, но на промежутке от b с волной до b. Но в силу принципа локализации, это не важно. Значит, у меня интеграл от b с волной до b, f от x до x сходится, следовательно, в силу принципа локализации, принципа локализации, исходный интеграл от a до b, f от x до x тоже сходится. Все. Таким образом мы замкнули эту всю эквивалентность. У меня все равносильно здесь. Вопросы есть? К чему это можно применить? Ну давайте я примерчик вам приведу, я на память его не помню. Какой-нибудь из книжки. То есть где это может помочь? Признак, вот точнее следствие из этого признака. То есть на самом деле что мы сделали? Обратите внимание. Мы по сути дела вывели что-то типа, еще раз, не воспринимайте сейчас буквально, то есть это как это интуитивно понимать, что-то типа замены на эквивалентную в знакопеременности. Правда же? То есть мы просто берем и стираем второй сомножитель. Но второй сомножитель обязан быть монотонным. Это очень важно. Понимаете? Монотонным и имеющий предел, не равный нулю. Если монотонность убрать, то ничего не будет верно. Давайте я это напишу. Значит, замечание. Монотонность очень важна. Монотонность вследствие из признака Абеля нельзя откинуть. И, кстати, это большая ошибка. Если вы будете его применять вследствие из признака Абеля, но монотонность не проверите, вам не поставят полный балл за задачу. Максимум половину поставят. А монотонность, кстати, самая трудная для проверки, как правило. Ну, то есть задачи так подбирают, чтобы вот именно монотонность было тяжелее всего проверять. Там надо дифференцировать, смотреть знак производный. То есть вы продифференцируете, получится крокодил. Чтобы понять положительное или отрицательное, надо будет его асимптотику изучать. Чтобы на его асимптотику смотреть, надо будет там по Тейлору что-нибудь раскладывать. Ну, вот, короче, так. Монотонность вследствие из признака Абеля важна. Признак Абеля нельзя отбросить. У меня даже на семинаре один из студентов удивился. Говорит, ну как же так? Пусть я знаю просто, что у второго сомножителя есть предел, не равный нулю, но не знаю монотонность. Неужели это может как-то повлиять? Ведь она почти на константу выходит, второй сомножитель. А вот, тем не менее, на константу-то она выходит, но она может на константе быть чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше. А вот там, где она больше-меньше, там знак F может меняться. И оказывается, что это может сыграть роль. Смотрите, пример. Рассмотрим вот такой интеграл. От 1 до плюс бесконечности. Запомните его, потому что на экзамене могут спросить, вот если вы там на отличную оценку хотите. 1 плюс синус x на корень из x. Вот такая штука. Что я могу про него сказать? Вот вам, пожалуйста, два сомножителя. Вот это F, а вот это G. Я знаю, что интеграл от F сходится по деревле, правда же? Отлично. Что про G от x можно сказать? У нее есть предел на бесконечности? Да, конечно, единиц. Он не равен нулю. Все хорошо. Существует предел G от x при x, стремящемся к плюс бесконечности, равный единице, не равный нулю. Казалось бы, все отлично. Проблема только в том, что нет монотонности. Но G от x не монотонно. Из-за вот этого синуса. Не является монотонным. Ну и что тогда? Смотрите. Получается. Интеграл-то вот этот сходится, а при добавлении второго сомножителя он сейчас разойдется. Понятно, да? То есть мы не можем здесь отсылаться к признаку Абеля. Признак Абеля, в смысле, следствие из признака Абеля, если бы здесь все было верно, то он бы говорил, что эти два интеграла сходятся или расходятся одновременно. А нет. Здесь это не работает. Почему это не работает? Потому что монотонность нарушилась. Смотрите. Вот этот интеграл сейчас разойдется. Почему? Это то, о чем я как раз говорил. Видите, она вроде к единице стремится, но она где-то чуть больше единички, где-то чуть меньше единицы, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. И вот там она где-то чуть больше, она попадает в резонанс с первым сомножителем, потому что там он положительный. И он ее сильно вытаскивает вверх. Потом она раз, чуть меньше единицы, и там она попадает в резонанс с отрицательным. Он ее сильно проваливает вниз. И получается как раз расходимость за счет этого. То есть что мы видим? что синус x поделить на корень из x на 1 плюс синус x на корень из x, если я это раскрою просто в лоб, это синус x на корень из x, и тут, опа, синус квадрат x на x. И что я знаю? Что интеграл от синус квадрат x на x разойдется. А от первого слагаемого сходится, это я уже написал здесь. По признаку дирихлея. Значит, отсюда вывод какой, что интеграл от 1 до плюс бесконечности синус x на корень из x умножить на 1 плюс синус x на корень из x расходится. Видите, как все сложно устроено? Здесь нужно быть очень тонким. Почему вам именно за то, что вы не проверите монотонность на экзамене, не засчитают задачу? Хорошо, если еще половину засчитают, а кто-то может вообще ноль поставить. Именно по вот этой причине можно получить диаметрально противоположный ответ. Кроме того, что еще этот пример показывает? Чем он хорош? Он показывает, что замена на эквивалентную не работает для знакопеременных функций. Помните, я вам говорил, что заменять на эквивалентную вот эту можно в смысле сходимости, только для неотрицательных. Вот вам пример как раз. То есть вот эта штука, 1 плюс синус x на корень из x, что про нее можно сказать? Она эквивалентна единице в смысле сходимости. Она же не отрицательная. Второй-то сам множитель хороший, он не отрицательный. Она, пожалуйста, она не отрицательна всегда. И можно сказать, что 1 плюс синус x на корень из x эквивалентен в смысле сходимости чему? Просто единицы при x стремящемся в плюс бесконечности. Но при этом я не могу ее здесь заменить в интеграле, вытянуть и поставить единицу. Ну, мы это уже поняли, да? Почему так? Тогда получится, мы поменяли тип сходимости интеграла. Вопросы по этим вещам? Теперь все-таки где нужно прям следствие из признака Абеля, оно хорошо заработает. Вот я книжный пример возьму, какой-нибудь зубодробильный, который тупо поддерехле брать сложно. Ну, вот из книжки Иванова пример. От 1 до плюс бесконечности. Я не буду его подробно разбирать, я просто скажу, что здесь делать, да? Логарифм 1 плюс 1 на x синус x квадрат dx. Ну, вот представьте себе, вот если вы попытаетесь вот это в лоб поддерехле. То есть, ну, во-первых, здесь надо, конечно, заменить переменную x квадрат. Когда у вас фаза не та, да? То есть, имейте в виду, если фаза не x у синуса, лучше замените сразу переменную. Но мы здесь делать не будем замену. Почему? Потому что мы просто... Можно доказать, что логарифм 1 плюс 1 на x, да? Он у меня будет чего здесь? Эквивалентен просто 1 на x, да? При x, стремящемся к плюс бесконечности. И при этом он монотонен. Вот что важно. Я не буду сейчас заниматься этой проверкой, но поверьте мне, что он монотонен. Монотонен. Там надо посчитать аккуратную производную и по Тейлору с ней поработать. Да, но логарифм-то растет, а 1 плюс 1 на x она не растет. Ну и кто кого победит? Непонятно. Нет, здесь так просто и не делается. Здесь производную надо брать. И поэтому вы говорите, что вот эта штука сходится. Ну, после того, как вы проверили монотонность и заметили вот эту штуку, да? Вы говорите, что вот это сходится. Еще раз, чтобы я не видел вот этого там какой-нибудь эквивалентного смысле сходимости вот этого бреда, да? Это просто равносильно сходится тогда и только тогда, когда... Ну, здесь, во-первых, и нельзя на эквивалентную заменять, но по следствию из признака Абеля вот это сходится тогда и только тогда, когда x степени альфа минус 1 получается на синус x квадрат dx сходится. И, соответственно, абсолютно сходится тогда и только тогда, когда абсолютно сходится вот это. А дальше уже делайте замену x квадрат на t и поехали. Все. Значит, без следствия из признака Абеля эта задача будет трудной. Ну, в смысле, не то чтобы трудной, но неприятной, скажем так. Можно ее и под дирехле тупо шарачить, но надо вам будет подбирать те альфа, при которых вот это второе слагаемое будет... В смысле, второй сомножитель будет монотонен, там, стремится к нулю, там. Ну, зачем, когда можно вот так. Это тот случай, когда это технически проще. То есть, бывает идейно проще что-то, а бывает технически. Вот здесь технически проще применить признак Абеля. То есть, как бы, идейно он... Это то же самое, что и дирехле, по большому-то счету. Все вот эти признак Абеля, признак дирехле, следствие из признака Абеля, это все одно и то же, на самом деле. Ну, просто удобней. А у нас придется, если это не может быть, не раньше. Так, он это самое... Сейчас. Ну, хорошо, да, я понял. Так вы что делаете? Вы домножаете и делите на х. Понятно? Ну, домножите и разделите на х. Ну, то есть, давайте так. Х умножить на логарифм 1 плюс 1 на х, предел единицы. Тогда я отщепляю одну степень отсюда, и получается х на логарифм, а этот х степень альфа минус 1 на синус х квадрат отношу, как бы, в другой сомножитель. Вот что я делаю. Ну, вопрос правильный. Поняли, что я ему сказал? Хорошо. Все, с несобственными интегралами хватит ряды. А, нет, один пример я еще вам хотел рассказать. Один пример из несобственных интегралов. Вопрос такой на засыпку. Опять же, на экзамене, ну, вот лично я, допустим, могу спросить такую. Вопрос. Пусть у меня функция не отрицательна. Для всех х. Ну, пускай от 1 до плюс бесконечности. И пусть я знаю, что интеграл не собственный. Ну, пусть она даже непрерывна. f непрерывна. На промежутке от 1 до бесконечности. И пусть я знаю, что не собственный интеграл сходится. Верно ли что? f от x стремится к нулю. На семинарах кто-нибудь рассказывал вам такое? Ну, то есть проверка интуиции. Что такое сходится интеграл, если функция не отрицательна? Геометрический смысл интеграла от не отрицательной функции, хотя я вам геометрические приложения не рассказал, но я еще раз говорю, я их не рассказал, потому что там ничего сложного нет, и я не хочу на это время тратить. Мы потом их в третьем семестре выведем, как частный случай, более мощных вещей. А пока вам на семинарах там формулку какой-нибудь площади сектора посчитать это так. В общем, это все мелочи. А здесь вот почему, как бы, будет стремиться к нулю или не будет? То есть, казалось бы, площадь под графиком конечна. График как бы бесконечен, да, потому что на луче я работаю. Стремится к нулю функция или не стремится? Ну, вот здесь не обязательно. Дело в чем, что площадь-то она как может себя вести? Для того, чтобы площадь была маленькой, не обязательно бы, чтобы функция к нулю стремилась. За счет чего это может происходить? Ну, допустим, если я беру треугольник и начну у него плющить основание, а высоту сохранять, площадь будет уменьшаться? Будет. А если я таких треугольников понатыкаю в каждой натуральной точке с уменьшающимся основанием, вот как раз она не будет к нулю стремиться, а площадь будет стремиться к нулю. То есть здесь нужно, я не буду подробно это описывать, ну, поскольку времени нет, я просто идею скажу. Значит, сами подумайте и как бы вы поймете, как здесь аналитически задать. На семинаре я подробно это рассказывал. Значит, что я делаю? Я в точку натуральную N ставлю треугольник высоты 1 и с основанием 2 на 2 в степени минус N. Значит, это единичка 2 на 2 в степени минус N. Тогда площадь n-го треугольника будет 2 в степени минус N. И у вас получается бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. А в основных точках вы нулем, да, определяете. Вот это моя функция такая получается. То есть такая, как бы, кардиограмма, да, с сужающимися импульсами. Вот. Здесь получится, что интеграл сойдется, но, как видите, функция к нулю не стремится. Она стремится к нулю в существенном, что называется. В интегральном смысле она стремится к нулю, да. Но в поточечном смысле она к нулю не стремится, потому что вы постоянно выпрыгиваете в единичку. Все, давайте с этим закончим. Поедем дальше, потому что нет времени. Я просто вам кратко это рассказал. Идея здесь простая. Надо это аналитически запараметризовать кусочки прямых. Вспомнить аналит прошлый семестр, провести здесь прямые, аккуратно это все вычислить. Какие углы наклона там и так далее. Хорошо, ряды. А с рядами возникает тот же вопрос, как и с несобственным интегралом. Что это такое? Ну, формально можно написать сумму бесконечную. Но как ее понимать? Опять же. Ну, в некоторых книжках написано, что это предел частичных сумм. А что же такое сам ряд, если этого предела не существует? Ну, опять же, формализация в бурбакистском стиле. Поэтому давайте мы скажем, что ряд это пара последовательности. То есть рядом будем называть пару последовательностей. Первая последовательность АНТ. Это числовая последовательность. И последовательность СНТ. Тоже числовая последовательность. Но при этом СНТ, это есть сумма по К от 1 до Н, АКТ. То есть я рассматриваю, ну, если угодно, последовательность из пар, можно это понимать. Вот так вот. АНТ, СНТ. Можно на это вот так смотреть. А можно сказать, просто возьмем пару последовательностей и назовем ее рядом. Вот эту пару последовательностей назовем рядом. А чтобы не писать пару последовательностей, просто пишем вот такой значок. И обозначается это. Сумма Н от 1 до бесконечности АНТ. То есть вот в этом значке уже сидит информация о двух последовательностях. Вот эта последовательность называется членами ряда. Члены ряда. А вот эта последовательность называется частичные суммы ряда. Ряд называется сходящимся, если существует конечный предел частичных сумм. И расходящимся в противном случае. Определение. Ряд. Сумма Н от 1. У нас все ряды пока вещественные. То есть АН это вещественные числа. Потом мы начнем изучать ряды комплексные. Пока что у нас все вещественные. Ряд АНТ. Поэтому если вас спросит на экзамене что-нибудь про ряд, вы скажите, какой ряд? Вещественный, комплексный? Надо уточнять всегда. Значит, ряд АН называется сходящимся, если существует предел при Н стремящемся к бесконечности, СНТ, и это есть число. В противном случае ряд называется расходящимся. В противном случае ряд называется расходящимся. Соответственно, ряд называется абсолютно сходящимся. Если ряд из модулей сходится, то сейчас будет полная аналогия, ну, не полная, конечно, не полная, но очень много будет похожего с несобственным интегралом. Говорят, что ряд сходится абсолютно. Сходится абсолютно. Если ряд из модулей сходится, Соответственно, говорят, что ряд сходится условно, если ряд из модулей расходится, а сам ряд сходится. Значит, определение ряд с сумма Н от 1 до бесконечности АНТ называется условно сходящимся. Если сходится, но не абсолютно. Хорошо. Какое самое простое условие, отсекающее расходящиеся ряды? АН не стремится к нулю. Да, это называется необходимые условия сходимости числового ряда. Но, кстати говоря, обратите внимание, что, по сути дела, у нас сейчас с вами идет в некотором смысле дауншифтинг. Мы скатились в первый семестр, потому что мы с последовательностями работаем. Ну, то есть, на самом деле, можно было это все рассказывать и сразу с последовательностями. Ну, исторически так сложилось, что ряды идут после несобственных интегралов, потому что очень много похожего между ними. Называется это теорема, хотя это теоремой даже стыдно называть. Значит, необходимые условия сходимости ряда. Да, эти ряды называются числовыми рядами, ну, потому что у нас еще будут функциональные ряды. Давайте я допишу здесь числовые ряды. Необходимые условия сходимости числового ряда. Ну, я пока что, если я произношу ряд, это значит, конечно, числовой ряд. Необходимые условия сходимости. Если ряд сходится, то АН обязана стремиться к нулю. При Н стремящемся к бесконечности. Ну, доказательство очень простое. Что я замечаю? Что если ряд сходится, это означает, что существует конечный предел частичных сумм. Хорошо. Если он существует, то я замечаю, что у меня АН-ты можно реализовать каким образом? Как СН-ты минус СН-1. То есть, на самом деле, члены ряда можно восстановить через частичные суммы. А частичные суммы собираются через члены ряда. То есть, на самом деле, несмотря на то, что это пара последовательностей, на самом деле, это достаточно знать одну последовательность. Либо последовательность членов, либо последовательность частичных сумм. Поскольку вот эта штука у меня вот так, для любого Н натурального, ну, для любого Н больше либо равно 2-ке, да, давайте так. А предел с n-1 есть, значит, предел с n-1 такой же, правда же? То есть, если сходится, есть предел с n-1, но предел с n-1 то же самое. Значит, отсюда, вот отсюда вот, и из вот этого равенства получается, что существует предел a n-1, как разность пределов. Значит, предел с n-1 минус предел s n-1. И это есть ноль. Вот. Сейчас, одну секунду. Ну как, понятно пока все, да, вроде бы ничего сложного нет? Что? Ну вот да, да. Ну должны же какие-то быть перепады в жизни, да? Не все плохо же должно быть подряд. Не, по-моему, вообще у нас сейчас идет какая-то нисходящая дуга. То есть, мы там с вами на многообразиях были. А теперь у нас какие-то последовательности числовые, вообще, какой детский сад. Не, на самом деле же, как бы, вы же знаете, да, что есть такие, как бы, математики-анархисты, которые считают, что вот то, что я вам сейчас рассказываю, это вообще не высшая математика, это школьная математика. Ну, как бы, есть такое мнение, вот. Я не буду называть, кто так считает, но такие есть. Вот. В основном они, так сказать, принадлежат к алгебраическим кругам. Они матанализ не любят. И, как бы, считают, что это самое. Есть такой математик, может быть, слышали, Миша Вербицкий. Вот. Вот я про нее и хочу сказать, да. Значит. Это потрясающе просто, конечно. Ну, на самом деле, надо отдать должное, что, в принципе, в большинстве математических комьюнити никто серьезно вот этого не воспринимает вещи. Вот. Хотя сам он, математик, известный достаточно. То есть, как бы, он даже, насколько я знаю, был invited speaker на международный конгресс. Вот. Это серьезное достижение. Ну, то есть, чтобы вы понимали, как бы, раз в четыре года международное математическое сообщество проводит конгресс. Называется ICM. Ну, это я вам вместо такого кратенького перерыва скажу. То есть, International Congress of Mathematics. Туда нельзя просто так поехать в качестве докладчика, да. То есть, если на какие-то конференции можно себя, как бы, заявить, там, программный комитет или оргкомитет рассматривает и решает, подходите вы или нет. То вот сюда себя нельзя заявить. Сюда можно только попасть по приглашению. Вот. И попадают туда, ну, не только, не то, что не только лишь все, да, а очень-очень избранные люди. Вот. И если человек туда хотя бы один раз в жизни был приглашен, то это, ну, как бы, ну, я не знаю, с чем сравнить. Вот как в спорте это поехать от страны на Олимпиаду. То есть, в Олимпийской сборной страны быть на Олимпиаде. Вот. И на этих конгрессах раз в четыре года вручается премия Филдса как раз. Да, ну, медаль Филдса. Вот. Это, ну, считайте, что получить там медаль Филдса, это как Нобелевская премия по физике, да, поскольку математикам не дают Нобелевскую премию. Но дают премию Филдса, это в некотором смысле аналог. Хотя есть очень много престижных премий. Есть Абелевская премия, есть там премия Ниван Лины, есть там премия Салема, там и так далее. Но Филдс такой наиболее на слуху, наиболее популярный. Вот. И, в принципе, среди даже российских математиков, вот, сейчас, к сожалению, уже не работает. Но вот мой учитель, да, мой руководитель Олег Владимирович Бесов, он был инвайтед спикером на конгрессе, правда, достаточно давно, но тем не менее. Он этой, как бы, честью достаивался. Так вот, Миша Вербицкий бывал на конгрессе в качестве докладчика. Один раз, правда, но бывал. Вот. Но, тем не менее, программа его, это, конечно, это нечто. То есть у него там, значит, он считает, что на первом курсе надо пройти, вот, ну, примерно, я вам так скажу, что все, что мы на физтехе рассказываем первой курса три, наверное. Вот. То есть это у него проходится в течение даже, по-моему, не первого курса, а первого семестра. То есть это вот, это такая литература, такая вводная, скажем так, там, функциональный анализ, там, это все вот это вот. Ну, а дальше, соответственно, надо всем изучать кэллеровое многообразие, естественно, в которых Миша специалист. Вот. А все остальное полное фуфло, по его мнению. Вот. Ну, как бы, есть мнение, что это не совсем так. Вот. Ну, это я так просто к слову, что все эти программы, это все условно, это, как бы, Конечно, я не считаю, что это, как бы, школьная математика, хотя, в принципе, для того, чтобы изучать, там, пределы последовательности или, там, ряды, действительно не нужно каких-то сверх, сверхзнаний, да, или каких-то сверх, скажем так, сверхусилий, да. Вот. Хорошо. Ну, давайте поедем дальше. И что у нас есть, опять же, для изучения рядов? Это критерий Каши, опять-таки, для рядов. А, теорема критерий. А, да, кстати, про Конгресс, значит, некоторые люди удостаивались чести бывать там несколько раз. Это прям вообще высший пилотаж. При этом, если туда можно поехать, там, как бы, секции есть, ну, можете погуглить ICM, вот, ради интереса, там секции, ну, грубо говоря, секции анализ, секции дифференциальных уравнений. То есть можно поехать туда, как бы, докладчиком на каждую секцию, могут тебя пригласить. То есть это означает, что ты крутой специалист именно в своей теме, и тебя вызывают тогда на секционный доклад. А бывает, что там вызывают пленарным тебя докладчиком. То есть пленарный, это ты сделал что-то настолько крутое, что это должно быть интересно вообще всем дисциплинам математики. Некоторые люди там бывали два раза, там, три даже есть, кто бывал, да. Ну, вот, допустим, есть такой математик Арнольд, он был пять раз приглашенным на Международный математический конгресс. То есть это редчайшее просто достижение. Больше только, по-моему, Адамар, этот, кто еще, ну, типа там Пуанкаре, вот такие вот люди, да, то есть только они, по-моему, больше там раз бывают, и то не уверен. Значит, критерий каши для ряда. Значит, ну, собственно говоря, ряд сходится тогда и только тогда, когда выполнено условие каши. Условие каши для ряда, опять же. А в чем оно состоит? Для любого ε больше нуля найдется номер, зависящий только от ε, такой, что для любых m, n, больше либо равных n от ε, выполнено, что сумма по k от n до m, а k от их по модулю меньше ε. Ничего не напоминает, что здесь написано на самом деле? Условие каши для чего? Для какой последовательности? Частичных сумм, да? То есть заметим, что вот эта звездочка, то есть доказательство тривиальное, надо заметить, что звездочка просто равна сильно условию каши для последовательности эссенты. Ну и все, конец доказательства. Ну, надо посмотреть, что такое определение сходящегося ряда, это сходимость эссентова. А сходимость эссенты, смотрим условия каши для эссенты, это вот оно и есть. Хорошо. Теперь, что еще из простейших свойств? Ну, опять же, теорема. Пусть ряд а-энтэ сходится, ряд b-энтэ сходится, тогда ряд n от 1 до бесконечности а-эн плюс бета б-эн тоже сходится. Ну, а-энтэ сходится. Ну, а-энтэ сходится какие-то фиксированные числа. Сходится. И более того, если вы знаете, что он сходится, его сумма... Да, а я, наверное, не сказал. То есть, вот сам предел частичных сумм называется суммой ряда. Допишите себе где-нибудь, я что-то это не произнес. Сам предел эссентых частичных сумм называется суммой ряда. И что самое интересное, сумма ряда так же обозначается, как сам ряд. Ну, вот, к сожалению, вот так. Такой дефект в обозначении. Значит, это будет n α n. То есть, как это надо понимать? Что ряд сходится, и при этом сумма вот этого ряда равна α на сумма ряда а n плюс β на сумма ряда b n. Ну, доказательство, опять же, сводится к последовательностям предел суммы равен сумме предела. Значит, доказательство состоит в применении теоремы по пределе суммы для числовых последовательностей. Ну, можно назвать последовательностью с энту и какую-нибудь там сегма энту. Это b каты. Ну и все. И вспомнить про то, что для числовых последовательностей у нас был предел суммы равен сумме пределов. Если они существуют, предел константы на предел равен, ну, понятно, константы на предел. Вот. Ну и все. Хорошо. Отсюда следствие сразу. Следствие. Пусть задан ряд a n плюс b n. И пусть я знаю, что ряд от a n-то восходится. Опять же, не надо писать, что это сумма двух рядов. Так же самое, как в интегралах. Не надо писать, что интеграл от суммы, и, как обычно пишут, равно сумма интегралов, и дальше один сходится, другой расходится. Так как вы можете сумму писать, если вы еще не знаете, что там сходится? Просто вы говорите, что если я знаю, что вот этот ряд сходится, а вот этот ряд расходится, то исходный ряд расходится. Ну, понятно, да, следствие, оно очевидно, так же, как для интегралов. Все то же самое. Вот. Почему? Ну, то есть метод от противного. Предположим, что это не так. Что он все-таки сходится, исходный ряд. Тогда что у меня будет? Тогда bn для любого n, это есть an плюс bn минус an. Правда же? И тогда получится, что ряд из bn, это есть разность двух сходящихся рядов. И все, тогда привет. Тогда мы получили противоречие. Значит, ряды с неотрицательными членами. Здесь у нас опять будет тот же эффект, что с несобственными интегралами. Здесь будут особые признаки, которые работают только для неотрицательных. Значит, ну, во-первых, лемма. Пусть а n больше либо равно нуля для любого n натурального. В таком случае сходимость ряда равносильно тому, что супремум конечен. Супремум по n равно от 1 до n большого а n. Супремум по n натурально меньше плюс бесконечности. Почему это так? Ну, заметим, что поскольку у меня а n все неотрицательные, отсюда следует, что s n большое равная сумма n от 1 до n большого а n монотонная не убывает, не убывает. А мы знаем, что монотонная неубывающая последовательность по теореме Верштрассе имеет предел равный ее супремуму. Следовательно, по теореме Верштрассе существует предел s n, при этом этот предел верст чертой вообще говоря, изначально, да? Равный супремуму по n тому s n. Но поэтому супремум конечен тогда и только тогда, когда конечен предел. предел конечен. вот. Хорошо. Теперь признак сравнения, опять же, теорема. Признак сравнения. Пусть для любого n натурального у меня а n больше либо равно нуля, меньше либо равно b n. тогда, если ряд b n t сходится, то ряд изо n сходится. Наоборот, если ряд изо n расходится, то ряд изо n т сходится. Ну, давайте признак сравнения понять, что он опирается на вот эту лему про супремум. То есть, давайте мы заметим, что поскольку здесь все не отрицательно, в силу предыдущей леммы, в силу предыдущей леммы, если супремум a n т их равен бесконечности, то, нет, ну, давайте это не в силу предыдущей леммы, а просто если супремум равен бесконечности a n, то понятно, что в силу неравенства супремум по n натуральных сумма n маленького до n большого b n их тоже равен плюс бесконечности. Ну, а тогда уже в силу теперь леммы получается, что из расходимости следует расходимость. Поэтому в силу предыдущей леммы в силу предыдущей леммы из расходимости a n следует расходимость b n из расходимости a n вытекает, что b n расходится. наоборот, если супремум b n конечен, ну, точнее, сумма b n меньше плюс бесконечности, то в силу неравенства, поскольку у меня зажато a n между нулем и b n отсюда вытекает, что у меня супремум по n a n меньше плюс бесконечности. Вот. отсюда в силу леммы отсюда в силу леммы предыдущей получаем, что из сходимости этого самого господи b n t вытекает сходимость a n а еще что я вам забыл сказать это конечно принцип локализации я не знаю надо это ну, как бы сделать себе пометку, что это для любых рядов просто мы сейчас говорим про ряды с неотрицательными членами а принцип локализации работает для любых рядов давайте я это в рамочку обведу но это как бы такая очевидная вещь, но тем не менее что любое конечное число слагаемых можно всегда откинуть и ничего не поменяется теорема принцип локализации ну, то же самое что для интеграла у нас был принцип локализации да, если я откину какой-то конечный отрезок в начале ну, особенность допустим на правом конце то ничего не поменяется значит для любого n 0 натурального выполнено что ряд от 1 до бесконечности сходится тогда и только тогда когда ряд от n 0 до бесконечности сходится окей ну, строго говоря я вам ряд всегда определял от единички да, то есть я говорил что это пара последовательности которая нумерована от 1 до бесконечности а здесь у меня получается суммирование не от 1 ну, как вы на этом можете посмотреть вы можете сдвинуть индекс и посмотреть на последовательность которая сдвинута на n 0 ну, типа как замены перемен вот ну, давайте мы это не будем делать все понимают о чем речь короче я не буду уж тут формализацию наводить излишнюю ну что, будем это доказывать я думаю, не стоит это доказывать да, то есть понятно, что предел вот этой есть тогда и только тогда когда есть предел вот этих вот да, то есть ну, давайте я вкратце напишу что предел сумма n от 1 до n существует при n большой стремящемся к бесконечности а n ты числовой тогда и только тогда когда существует предел n от n 0 до n при n большом стремящемся к бесконечности а n тоже число это очевидно поэтому поэтому здесь как бы отсюда принцип локализации получается здесь пока что у нас ни одного сложного утверждения нет то есть мы из определений все выводим теперь что еще у нас будет то же самое как замена на эквивалентную в несобственном интеграле так будет и здесь введем на неотрицательных последовательностях опять-таки отношение эквивалентности подобно тому как мы для функций выводили свои опять же чтоб я не видел чтоб вы не писали вот вот не дай бог кто-нибудь напишет на экзамене вот так вот чтоб такого я не видел хорошо то есть вот это вот для тех кто так будет писать будет уготован отдельный котел в аду вот поэтому значит как правильно писать две последовательности называются эквивалентными в смысле сходимости рядов давайте мы дадим определение аккуратно неотрицательные последовательности пусть аэнты и бээнты именно неотрицательные подчеркните то есть мы вводим это отношение эквивалентности для неотрицательных последовательности две неотрицательные последовательности вот ну на самом деле понятно можно считать что они неотрицательные начиная с некоторого номера потому что там принцип локализации это все ну давайте просто не отрицать будем говорить что аэнты эквивалентно в смысле сходимости бээнты при стремящемся бесконечности ну тут сх означает не то же самое конечно что для функции да потому что здесь в смысле сходимости рядов а там эквивалентность в смысле сходимости интеграла но тем не менее если существует номер н ноль натуральный и существует две константы м маленькая м большое больше нуля такие что начиная с этого номера м маленькая на аэнты меньше либо равно bэнты меньше либо равно м большой на аэнты то есть для любого n больше либо равно n ноль позвольте мне не проверять что это отношение эквивалентности доказательства ровно такое же как вчера для функции давайте сделаем замечание аналогично как для функции можно показать что это действительно отношение Отношение к эквивалентности на чем? На последовательностях, на неотрицательных последовательностях. Аналогично тому, как это было сделано для функции, можно доказать, что это действительно отношение к эквивалентности. На множестве неотрицательных последовательностей. Хорошо. Ну и, соответственно, отсюда мы сразу можем вывести правило замены на эквивалентные для рядов. Это теорема, его еще иногда называют второй признак сравнения. Ну, либо как бы продвинутый признак сравнения, либо просто замена на эквивалентную. Ну, неформально в народе это так называется. Значит, пусть у нас есть два ряда. Ряды с неотрицательными членами. Ряды с неотрицательными членами. Что это означает? Что все АН больше либо равны нуля, и все БН больше либо равны нуля. Это очень важно, что это именно с неотрицательными членами. Почеркните это. Пусть я также знаю, что АН эквивалентна в смысле сходимости БН, при Н стремящемся к бесконечности. Тогда ряды из АН и БН сходятся или расходятся одновременно. Ну, доказательство ровно такое же, как для несобственных интегралов. Поэтому позвольте мне его не проводить. Значит, давайте мы напишем, что... Ну, то есть, понятно, там просто надо сверху и снизу константы АН на БНТ оценить и признак сравнения применить. Значит, доказательство просто повторяет... То есть, как бы это дискретная версия того, что вчера было. Доказательство аналогично доказательству соответствующей теоремы для несобственных интегралов. Соответствующей теоремы для несобственных интегралов. Все, поэтому мы на нем подробно не будем с вами останавливаться. А вот теперь все-таки важный момент. Вроде бы много аналогий между рядом и интегралом. И кажется, что прям можно взять и вообще все сказать, взять все теоремы для несобственных интегралов, что-нибудь подобное состряпать для рядов и сказать, доказывать надо так же. Но это неправда. Есть различия. И сейчас мы это различие проясним. Потому что все-таки ряд это дискретная вещь. Как можно на ряд смотреть? Грубо говоря, это как бы что-то типа несобственного интеграла, только суммирование идет в натуральных точках. А что между этими натуральными точками-то мы не знаем. Понимаете? Поэтому вот может возникнуть вот такой вопрос. Я его пока подвешу в воздухе, но в конце лекции мы на него дадим полный ответ. Значит, пусть у меня дана неотрицательная функция. Пусть даже она непрерывная, если хотите. То есть, ну давайте от 1 до плюс бесконечности. f больше либо равна 0 на этом луче. Как связаны условия? Это мой один из любимых вопросов на устном экзамене. Условие номер 1. Ряд из аэнтых сходится. Ой, из f от n, извините. f от n сходится. Второе. Несобственный интеграл сходится. Ваша версия. Из 2 следует 1, но из 1 следует 2. Так, еще какие варианты? Давайте так. Проведем всенародное голосование. Кто за то, что из 1 следует 2? Поднимите руку. Никого. Кто за то, что из 2 следует 1? О, уже, да. Уже раз, два, три, четыре. Так. Хорошо. Какие еще будут варианты? Кто за то, что равносильно? Есть такое? Ну, раз за первое не было, то логично. Да, я думал, мало ли все-таки кто-то подымет. Вот. А на самом деле никак не связано. И ни из 2 не следует 1, ни из 1 не следует 2. Везде есть контрпримеры. А когда связь возникает? А связь возникает, если функция монотонна. И вот здесь нам поможет так называемый интегральный признак. Интегральный признак. Да, просто интегральный признак. Значит, теорема. Интегральный признак. Давайте мы его назовем так. Интегральный признак. Пусть функция не строго монотонна на луче от 1 до плюс бесконечность. Больше ничего не нужно, просто монотонность, не строго. Пусть f не строго монотонна на луче от 1 до плюс бесконечность. То есть либо не строго возрастает, либо не строго убывает. Тогда 1 и 2 равносильно. Почему? Давайте рассмотрим здесь разные случаи. Если функция не строго возрастает или не строго убывает, давайте считать для определенности, что не строго убывает. Потому что не строго возрастает то же самое. Без ограничения общности считаем, что f не строго убывает. Тогда у нее есть предел, равный инфимуму ее значений. Существует предел f от x. При x, стремящемся к плюс бесконечности, он в r с чертой вообще говоря находится. Какие здесь есть варианты? Либо этот предел 0, либо не 0. Рассмотрим сначала случай, что у меня предел не 0. Пусть. То есть это либо минус бесконечность, либо какое-то число ненолевое. Но главное, что не 0. Рассмотрим такой случай. Рассмотрим случай вот такой. А тогда что? Ну тогда точно ряд расходится. Потому что не выполнены необходимые условия. f от n не стремится к 0. Тогда f от n не стремится к 0 при n стремящемся к бесконечности. И ряд расходится. Про несобственный интеграл можно сказать то же самое. Почему? Потому что начиная с какой-то точки, кроме того, потому что этот предел не 0, у меня существует какое-то число c, от 1 до плюс бесконечности. Такое, что для любого x больше, чем c, у меня выполнено, что модуль f от x отделен снизу какой-то константой, больше либо равен m. Давайте так. Существует c, существует m, m маленькая, больше 0. Такое, что выполнено вот это. Да. Почему из-за того, что у нас f от x не стремится к 0, следует, что f от n не стремится к 0? Ну, на самом деле, здесь не просто не стремится к 0, а тут предел f от x равен чему-то. Значит, предел f от n равен тому же самому. И это не 0. Правильно? Ну, то есть, если предел функции есть, то предел по какой-то последовательности гейна. То есть, n, натуральный аргумент, это последовательность гейна, которая бежит в бесконечность. Просто и все. Вот. Так, здесь не просто больше либо равно m, а здесь вот так. f от x либо больше либо равно m, либо f от x меньше либо равно минус m. Да? Нет, не так, не так, не так, не так. Сейчас давайте поаккуратнее напишу. Существует... Ну, короче, смысл в чем, в том, что если у вас предел положительный, тогда у вас, начиная с какой-то точки, все значения функции больше какого-то числа. Либо, если у нее предел... Ну, давайте я нарисую просто, что я имею в виду. Либо у меня функция монотонно убывает, имеет предел положительный, либо она у меня монотонно убывает, имеет предел отрицательный. Да? В этом случае я отделен снизу какой-то, каким-то числом, да? То есть у меня все значения выше вот этой планки. А здесь у меня все значения ниже вот этой вот планки. Поэтому здесь надо поаккуратнее написать. Существует m, существует c. Такое, что... Совокупность. Либо f от x, вот так. f от x больше либо равно m для всех x больших c, либо f от x меньше либо равно минус m для всех x больших c. Но в любом случае тогда интеграл расходится. В любом случае из этих двух, в любом случае, не собственный интеграл от 1 до плюс бесконечности f от x dx расходится. Это понятно почему? Ну, вам очевидно, кому-то не очевидно. Хорошо. Теперь на самый интересный случай, когда предел 0. И здесь я сделаю картинку, которую я рекомендую запомнить. Именно вот если вы забыли доказательства, просто нарисуйте картинку. То есть сначала у вас предел не 0, здесь понятна картинка, да? То есть если вы снизу заперты константой, то все здесь набегает бесконечная площадь. Ну и здесь в минус то же самое набегает бесконечная отрицательная площадь. А вот если теперь рассмотрим теперь случай, что у меня f от x не строго монотонно убывает и стремится к нулю при x стремящемся к бесконечному. Вот этот знак означает, что f от x не строго убывает и при этом предел 0. Тогда я рисую такую картиночку для запоминания. То есть еще раз, картинка не является доказательством, но является методом запоминания. 1, 2, 3, 4, ну и так далее. Здесь какой-то n, n плюс 1. То есть идея проста до безобразия. Я беру здесь от двойки рисую вот такой прямоугольничек, а от единички рисую вот такой прямоугольничек. Здесь от тройки рисую вот такой прямоугольничек, а от двойки... Понятно, да? То есть я строю вписанные параллелограммчики, которые описывают этот график. Теперь смысл понятен. Если у меня ряд сходится, то это означает, что сумма площадей вписанных параллелограммчиков такая, да? Но это то же самое, что и сумма и описанных площадей такая же. А график находится под ними, под вот этими прямоугольничками, которые описывают мой график. Поэтому если сумма площадей их сходится, то сходится интеграл. Наоборот, если сумма внутренних вот этих прямоугольничков, суммарная площадь разойдется, то и разойдется весь интеграл, потому что он как бы сверху огибает вот эти прямоугольнички. Понятно, да? Это, ну, как бы, что так? Можно по признаку Дерихле сказать, что... А где здесь Дерихле вы примените? К чему? Здесь же нет произведения. А от нее не ограничено первообразное? Нельзя, нельзя. Дерихле здесь не нужно. С Дерихле вообще нужно быть очень осторожным. Я же вам говорил, Дерихле надо применять в том случае, когда у вас идет бесконечное число смен знака. Понимаете? Для интегралов. Если у вас что-то идет локально знакопостоян, то Дерихле там совершенно не по делу. Даже если вы синус увидели где-то в интеграле, не надо сразу за Дерихле хвататься. Вы посмотрите, может быть, этот синус задан на маленьком интервале, где он знак сохраняет. И там Дерихле совершенно не нужен. Это, кстати, достаточно распространенный случай. Есть определенный процент студентов, которые на экзамене, вот смотришь, интеграл от знака постоянной функции. Но там стоит произведение. Ну, допустим, часто я наблюдаю такую картину. Вот интеграл такого вида. Я вчера его писал, но еще раз, вот вы спросили, я напишу. Вот такой вот. Или наоборот, там синус х в степени бета, давайте в числитель поставим. Вот чтобы совсем с толку сбить. Вот как бы, если хочешь подловить, то вот просто пишешь вот такой интеграл. И все, понеслась душа в рай. Дерихле. Все. Это туши свет тогда. Никакого Дерихле здесь не надо. У вас положительные функции. Здесь все заменой на эквивалентную синус, вблизи нуля исследуете. Вблизи единицы особенностей нет, поэтому здесь это то же самое, что исследовать такой интеграл, это то же самое, что исследовать интеграл 1 на х в степени альфа минус бета дх. Вот и все. Окей? Ну ладно, давайте прервемся. Значит, идею я рассказал. Сейчас мы будем после перерыва ее аккуратно реализовывать, вот эту идею. Спасибо.